Всем привет! Мы на канале Видео Волна. Меня зовут Адьяна и сегодня я расскажу вам про ZULS. ZULS это облачное хранилище. Это онлайн провайдер, который использует глобальную сеть центров данных обработки системы Amazon. ZULS родом из Британии, является по отзывам очень надежным, гиперзашифрованным. Однако есть свои преимущества, есть свои недостатки. Давайте посмотрим, как выглядит веб-версия. Когда мы регистрируемся на ZULS.co.uk, мы заходим в нашу веб-версию и вот что мы видим. Есть предложение загрузить версию для Windows, можно загрузить для системы Apple, Android, а также для iPhone. Смотрите, можно подключить ваши файловые хранилища, такие как Dropbox, Box, Facebook, Google Drive, OnDrive и Instagram. О чем это говорит? Это говорит много по точности данного сервера. Как он выглядит и что есть? Вот My Devices. То есть мы видим, какие компьютеры, либо же гаджеты подключены. Почему-то эта кнопочка не работает. Читала много отзывов и люди пишут о том, что есть определенные проблемы с загрузкой, со скоростью. Вот такие недовольственные. Есть поиск, можем что-то искать в наших папках. Можем настраивать. Мы можем искать, видите, по категориям, по размерам файлам, по дате модификации. Мы можем искать удаленные файлы. То есть вот есть такой фильтр поиска. Можно установить дополнительное предложение BigMind для того, чтобы сконнектиться с другими предложениями. Мы это видели. Мы можем управлять секциями и нажать QuickStart. Это быстрая загрузка. Что интересно в ZOOS. Резервное копирование можно устанавливать в любое удобное для вас время. То есть если вы работаете за вашим компом и вам резервное копирование не нужно, вы его отключаете и включаете, например, на ночь. Дальше. Что у нас еще есть? Есть выбор языка. Как видите, только английский. И Spanish – это испанский в бета-версии. Вот дэшборд – это наш рабочий стол. Health status – статус здоровья. Ничего пока что у нас не зарезервировано, не скопировано. И ни одно устройство написано не подключено. Для того, чтобы начать, необходимо нажать кнопку Start Now. После этого мы будем видеть, сколько у нас есть активных, как вы видите, Active Devices, активных гаджетов. В данный момент сколько гаджетов подключенных. И в данный момент сколько гаджетов занимаются резервными копиями. Написано, сколько защищенных. Незащищенных, полузащищенных. И тех, которые уже скопированы. Вот есть информация про аккаунт. Мое имя, имейл, тарифный план. И вот статус аккаунта. То есть trial expires on 25 октября. Заканчивается испытательный срок через 14 дней. Вот. Storage Utilization. Сколько использовано уже пространство облачного? Из 100 гигабайтов я пока ничего не использовала. Если я хочу приобрести еще, мне надо нажать на кнопку Buy Storage. Можно перезагрузить, если у нас что-то происходит с трафиком. И выставить перезагрузку. Видите, каждые 15 минут, час, каждый или каждый день перезагружать трафик. Дальше. Типы информации. Файлов пока нет. Но есть момент, что файлы будут у нас разделяться на музыку, документы, видео. Вот. И показываем мы те, которые у нас были загружены в последние 24 часа, за последнюю неделю, месяц, год и постоянно за всю историю. Дальше. Дальше. У нас есть восстановленные информации, восстановленные файлы. То есть, если вы их случайно удалили, всегда можно будет восстановить. Вот есть место расположения клиента можно найти. Вот. А также можно активировать стрим. Дальше. Есть у нас кнопка такая, как Discover. Сейчас мы нажмем ее. Так. Медленно грузится. Вот. Опять нам предлагают, да, мы можем куда-то загрузить BigMind клиент. Так. Discover. Что мы видим? Здесь мы можем добавлять, как я уже говорила, устройства, компьютеры. Можем добавить сервис Dropbox. Cloud Drive. Да. Вот тут есть новые лица, всякие штучки, визуализация информации. Но это бета-версия. Faces. Мы можем загружать фотографии. Вот сюда. Есть вот такие вот вещи. Ага. Мы можем анализировать и распознавать объекты. Вот. Дальше у нас есть категории наших файлов, размер, дата модификации и тип хранения. Вот такая вот Discover Data. Дальше. Users and Servers. То есть это пользователи и сервера. Как видите, есть компьютеры, есть серверы. Мы можем добавлять пользователей, можем добавлять разработчиков, сервер, изменять политику конфиденциальности. Ну, вот так вот все серьезно и интересно. Пока что никаких правил мы не создавали в Policies. Но можем создать. Есть кнопочка Servings. Это настройки. Мы можем настраивать наш сервис резервного хранения. Есть аудит и есть отчеты. То есть мы можем видеть статистику загрузки, выгрузки. Мы можем контролировать скорость. Но скорость это, сразу говорю вам, это больное место ZULS. Об этом пишут и англичане, об этом пишут американцы. Что просто физически бывает не успевают загрузить. Ну, необходимо, например, там терабать за день. Никак это не получается. И пишут, что несмотря на то, что цена хорошая, вроде бы привлекает. Но скорость это большой минус данного приложения. Вот. Что от себя хочу добавить. Что если вы русскоязычный пользователь, то разобраться будет с ZULS достаточно трудно. Но стоит его иметь в виду тем, у кого средний английский. Кому нужны отчеты, кому нужно большое облачное пространство, надежно защищенное.